привет друзья в очередной нашей прогулки сегодня я вам расскажу одну историю я по-моему вам уже рассказывала как мы ездили с мужем в круиз на пароходе на огромном лайнере вернее и там случилась такая интересная история что чуть было вот этот вот круиз наш по средиземному морю в частности в испанию и на канарские острова вот он чуть было не закончился не начавшись потому что случилась история интересная сейчас вам расскажу мы купили билеты конечно заранее и круиз у нас был на 14 дней по моему там с какого-то с конца февраля ну вот 20 как-то так по моему февраля и до 8 марта и в общем все бы нормально мы приехали в саус-хэмптон это обычно все лайнеры уходят из саус-хэмптона также как и титаник когда-то очень красивый лайнер пятнадцати палубный ну в общем я впервые конечно на вообще на лайнере в круиз отправлялась тогда и ходила с квадратными открытыми глазами смотрела на все очень удивлялась и вот когда мы приехали в саус-хэмптон мы припарковали машину там на долгую стоянку подошли уже стоял этот теплоход этот лайнер на причале вот хочу еще один показать вам мемориальный памятник стелу мемориальную 914 918 год это погибших вот перечислено че перечислены имена поименно все те кто отсюда родом вот так вот у них выглядят эти мемориальные памятники ну и конечно вот эти маковые венки как обычно вокруг маковые венки это считается вот память у них всегда возлагают если вы видели в англии день памяти общий день памяти 11 ноября королева возлагает венки вот такому мира мемориалу он похожий но только в лондоне чуть повыше а еще вот у них тоже очень популярная такая история вот видите вот такие крестики маленькие они из фанеры вырезаны тоже вот с этим цветком но он уже цветок немножко выгорел потому что давно уже они здесь стоят это вот в такой вот как бы из песка сделано не знаю урна не урна как сказать не знаю в общем вот в нее приходят родственники и пишут что вот у них имя фамилия фамилия royal navy canadian royal artillery fire артиллери то есть вот все кто погибли написано в сколько лет было 31 23 22 21 34 видите 35 то есть это все по пофамильно перечислены семья приходит и вот такой вот памятный крестик вставляет своего погибшего когда-то родственника и их здесь очень много вот таких крестиков видите вот и здесь тоже но здесь уже даже сорок пятый год а нет это 14 45 не пойму что такое и с другой стороны точно такая же с песком штука и там вот эти вот перечислены люди и хоть у них день памяти всего лишь один раз в году 11 ноября в 11 часов минута молчания по всей англии очень торжественно все это никаких парадов нет конечно но там духовой оркестр и это конница королевская знаете в таких высоких шапках черных мохнатых и в красных мундирах вот они все там тоже шествуют довольно интересно но в остальное время люди вот просто оставляют вот эти вот такие вот мемориальные крестики это я ненадолго отвлеклась такой немножко отступление в историю ну и может быть вам тоже интересно ну вот продолжу свой рассказ когда мы с чемоданами подошли туда на причал садиться в этот лайнер замечательный стояла огромная очередь и был такой ветер вы знаете все таки февраль это самый противный самый ветреный здесь месяц он вообще везде плохой а в англии тоже вот и значит мы встали в эту очередь конечно довольно долго вы знаете мы ждали замерзли невозможно на этом пронизывающем ветру все друг у друга спрашивали что происходит а почему нас не пускают я-то в общем то конечно как как первый раз как говорится я не знала я думала что всегда такие вот проблемы для того чтобы попасть на корабль надо такую очередь ждать но оказалось что это какой-то чп там пошли люди узнавать выяснять что же такое почему нас не пускают мы уже больше двух часов стоим все продрогли на улице и не знаем то ли уходить то ли что делать в конце концов выяснилось что задержка происходит из-за того что там такой вот из ряда вон выходящий случай случилось чп что когда этот лайнер пришел с предыдущего своего круиза вернулся лайнер английский independent of the sea независимость морей называется вот кому интересно можете посмотреть но я и тоже вам картиночку скину огромный красивый лайнер вот оказалось что когда они вернулись там были все англичане как обычно пожилые к в круизах в этих вы знаете любят их очень вот именно пожилые английские пары оказалось что произошел из ряда вон выходящий случай что когда они вернулись у них вот пока они путешествовали случилась какая-то жуткая инфекция и 900 человек из 1500 900 человек в общем вот в очень плохом состоянии вернулись назад в соус хэмптон были сразу госпитализированы все пожилые люди оказалось что у них вот что такое понос и рвота типа отравления что-то такое какая-то жуткая инфекция вот все были настолько перепуганы вот этим обстоятельством что они задержали естественно вообще какую-то посадку на этот лайнер хотели закрыть хотели полностью отменить потом когда стали дальше выяснять созваниваться там наверно с каким-то ну вот этим главным хозяином этого лайнера или кто у них там и в общем получилось что убытки понесут потому что всем надо будет компенсацию представляете полутора тысячам которые уже купили билеты они на это не пошли они решили в общем быстренько как-то продезинфицировать все помещения на этом корабле и потом запустить людей нам сказали что еще надо ждать где-то порядка четырех часов два уже мы простояли еще четыре часа и возможно вечером вот они нас запустят нам пришлось там где-то сидеть в каком-то кафе в общем замерзли невозможно и вот такое вот начало конечно нашего путешествия она как-то не радовала вы знаете но делать нечего конечно мы дождались в общем худо ли бедно ли все по мы по нас посадили туда на этот лайнер все в порядке дали каюту в общем мы огромный красивяще этот лайнер на следующий день мы пошли смотреть там у них несколько ресторанов где мы будем обедать ужинать все это нам дали в общем мы пошли смотреть и я случайно зашла там я пошла в бассейн муж пошел отдохнуть опять как обычно в шесть часов вечера а я пошла в бассейн поплавать и смотрю там какой-то этот самый барчик такой но я зашла в этот барчик подошла ко мне официантка оказалось что она из прибалтики опять а вот посмотрите волнистые попугайчики красавчики не знаю видно вам это вот такая большая клетка в парке в обычном и тут вот ну там порядка 10 десяток штук вот этих вот попугайчиков желтые зеленые вам наверно плохо видно кормить нельзя поить нельзя только смотреть так вот мы разговорились с этой девушкой официанткой она по-русски хорошо говорила ну и в общем я спросила что-то как-то не поняла я вот такие вот у нас были непонятные вчера нас не никак не хотели сажать на лайнера что случилось она говорит да вы представляете это же кошмар потому что случилось это уже давно могло бы случиться но вот случилось так или иначе потому что вы же знаете что англичане никогда в жизни не моют руки ни после еды не после туалета не после прогулок вообще руки не моют а так как они вот пожилые в основном говорит то где-то наверное что-то какая-то попала вот инфекция или что и они друг от друга сплошь все начали поносить и извиняюсь блевать и вот получилось что она мне подтвердила то что я как бы тоже вам рассказывала что англичане по моим наблюдениям руки никогда не моют после прогулки после того как они с собаками погуляли после туалета не моют руки и вот случилось вот это вот жуткая история когда все заболели ну наверно может дизентерия я уж не знаю что там было но это ладно бы как бы да потом получилось так что сколько все 14 дней сколько там мы были там везде в по всем громкоговорителям не успеет открыться дверь какая-нибудь даже не только в туалет а и в лифте и везде только открывается дверь как тут же вам говорят большое спасибо что вы находитесь на нашем лайнере в общем мы вам желаем прекрасного отдыха но не забудьте пожалуйста продезинфицировать ваши руки и помыть ваши руки перед тем как вы покидаете помещение какое-либо лифт или туалет это вы знаете было так смешно и в туалете то тем более там вообще только заходишь открываешь дверь сразу говорят вам спасибо что вы посетили наш туалет пожалуйста не забудьте wash your hand пожалуйста когда вы трогаете дверь пожалуйста wash your hand мойте ваши руки и когда вы уходите опять дверь открывается и вам говорят не забудьте а вы помыли ваши руки и вот такие вот везде у них стояли на на треножках вот такие вот дезодоранты как бы но нет пульверизаторы с антимикробными вот такими вот жидкостями я не могу сказать что это было уж слишком навязчиво потому что там всегда играла легкая музыка знаете так интересно это все было но то у них когда вам вас оповещали что вы должны руки мыть и при выходе из туалета но по-моему любой этот человек должен знать а вот англичане кстати не знают и они удивленно так озирались по сторонам и начинали действительно мыть руки только после того как их предупреждали так вот мало того у них еще значит при входе в ресторан когда мы вечером одевшись красиво шестовали в ресторан у них обычно значит там ужин в ресторане допустим на 7 часов вечера и все идут дружно дружными рядами и стоят при входе два официанта очень вежливо всех просят знаете как вот раньше у нас было в этом в детских лагерях для детей маленьких школьников когда у них проверяли руки и грязь под ногтями я не знаю вот и там то есть ладошки проверяли грязно или нет точно так же это было вот сделано здесь возле каждого ресторана стояли пара официантов и они спрашивали извините а вы помыли руки и даже она улыбаясь конечно все это очень не так скажем культурно все красиво и тут же даже если человек говорил что он да да он помыл уже руки все в порядке они все равно давали ему еще салфетку дезинфицирующую каждому давали то есть вот вы можете понять до какого идиотизма доходит до что если люди не приучены мыть руки то приходится применять вот такие вот методы для того чтобы их научить я не знаю конечно мне было это все смешно смотреть и это же по этому поводу муж мой возмущался что это такое нас тут за детей считают что я не знаю руки меня чистые или нет я говорю но извини конечно может быть тебе и не нравится но вот я например знаю что ты руки не моешь перед перед обедом так что вот так мы один единственный раз я попала в круиз на огромном лайнере и вот так вот с такими вот смешными подробностями но вот все таки эта история мне запомнилась и это еще раз как я уже говорю именно характеризует вот англичан таких вот странных довольно таки историях что они руки не фрукты когда покупают в магазинах они не могут вот такая история друзья не знаю было ли вам интересно но если просите меня рассказывать о нравах англичан о том какие они вот я вам потихонечку и рассказываю такие истории которые иногда для нас в общем-то даже не попадают в зону нашего понимания а на этом друзья и я с вами прощаюсь пишите ваши комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто только что прибыл всего вам доброго увидимся пока пока